Началось заседание со вступительного слова главы Ленинского городского округа Алексея Спаскова, который представил своего нового первого заместителя Дмитрия Абаренова. До 9 марта занимал должность главы Можайского городского округа. Мы давно с ним знакомы, наверное, года 4-4,5 уже, если так вот говорить. И я могу охарактеризовать его как исключительно порядочного человека и очень профессионального. С момента прошлого заседания неоднократно собирались рабочая и нормотворческая комиссии Совета депутатов. И в повестке дня множество насущных вопросов. Один из основных – проект строительства в Видном, в районе перекрестка улиц Советской и Школьной, Нового сквера в честь первостроителей города. Инициатором его создания стал Совет ветеранов Ленинского городского округа. Ветеран выдвинули инициативу не только увековечить память первостроителей и рассказать об истории создания города, но и сделать объект благоустройства, потому что наши ветераны переживают из-за облик города. Идея знаковая и, безусловно, нужная, но в процессе ее обсуждения разгорелась жаркая дискуссия. У многих народных избранников есть вопросы и к самому проекту, который фактически на начальной стадии проработки, и к его бюджету. А это порядка 300 миллионов рублей. В результате голосования решение о внесении необходимых изменений в бюджет для этого проекта не принято. Он направлен на дальнейшую доработку. Второй темой заседания стал вопрос о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципалитета. Это связано с тем, что срок действия прежней пятилетней схемы расположения подобных объектов подошел к концу. Нестационарных объектов на территории Ленинского муниципального района было продано в количестве около 400. В настоящий момент их осталось 80. Была проведена большая работа с депутатскими корпусами, с территориальными подразделениями, с населением нашим, глубоко уважаемым, где и в каком месте, что они хотят видеть и какого назначения. В частности, был разработан специальный паспорт, который регламентирует все нюансы работы каждого НТО. У нас будет единый архитектурный облик, уменьшится количество торговых точек, они будут останутся только те, которые действительно необходимы. И в этом смысле мы уменьшаем количество точек и увеличиваем доходную часть бюджета нашего округа. Большинством голосов депутаты приняли новые изменения. Единодушно народные избранники оказались и по следующему вопросу повестки изменения в положении об охране зеленых насаждений. Размер причиненного вреда вследствие незаконной, то есть самовольной, при отсутствии оформленного в установленном порядке разрешения вырубки зеленых насаждений, определяется как расчет платы, исчисляемой в случае разрешенной вырубки деревьев, кустарников, с учетом повышающего коэффициента равного двум. Считаем, что данное решение позволит повысить ответственность за незаконную вырубку зеленых насаждений на территории округа. Заключительной частью встречи стало выступление заместителя главы администрации Ленинского городского округа Татьяны Квасниковой. Единовременную выплату ко Дню Победы предлагается, чтобы граждане, рожденные в период с 4 сентября 1927 по 3 сентября 1945, дети войны, получили в размере 2000 рублей. Вместо полутора, как указано в документе, ветераны боевых действий, получающие пенсию по старости или имеющие инвалидность по 2000 рублей. Решение принято единогласно. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.